Перед первым сентября родители школьников заняты поиском школьной одежды, обуви, констоваров и так далее, как говорится, по списку. Во что обойдутся сборы ребенка в школу, выясняла наша съемочная группа. Ну вот мы уже потратили где-то около 8 тысяч. Вы знаете, нет, конечно, недорого, но просто хотелось бы, чтобы этот ребенок год относил, хорошего качества. Поэтому берем хорошее качество, чтобы год ребенок носил, это все не мялось, чтобы это можно было круглый год носить. У меня их две в школу ходят, ну примерно где-то, ну 10 на одну точно уходят. Это одежда, обувь, портфель, канцелярия, все вот это вот все вместе на одну примерно. Для вашей семьи это дорого? Ну как бы я многодетная мать, у меня трое, ну ощутимо, конечно. Ну вот в этом году где-то стратили на ребеночка у нас получается 22-23 тысячи. Купить, конечно, форму затратно было подыскать, потому что как бы определенной формы нету. Вот, и то есть получается юбку с сочетанием с блузкой, кофтой, какую-то жилеточку, что-то так. И вот, в общем, у нас вышла примерно такая сумма круглая в этом году. Для вашей семьи это много? Ну, многовато, многовато, да. Ну что сделаешь, дети надо одевать. Ну, около 10 тысяч это не считая одежда. На всякие ручки, фломастеры, краски, альбомы, дневники, тетрадки, обложки. Хочется, чтобы ребенок выглядел не последним, поэтому столько и обходится. Даже, не знаю, затрудняюсь сказать, потому что мы так же покупаем это все, ну так, сначала тетрадочки, потом другое что-то. Постепенно? Постепенно, да, чтобы так не было сильно много денег тратить. Ну, около 32 тысяч стоит собрать ребенка. Ну, это одежда, это констовары, то есть, ну, вот и до. То есть, выросли из всего, вот, соответственно, так сказать, от носков до портфеля и вот всего-всего. Для вашей семьи это дорого? Ну, конечно. Я думаю, что для большинства это дорого. На данный момент уже 10 тысяч ушло. В основном на что? Рюкзак, вещи, причину, обувь, сменка, все. В канцелярии, да? В канцелярии, да. Ага, скажите, пожалуйста, это дорого для вашей семьи? Ну, в пределах разумного, как говорится. Ну, не сильно дорого, но можно и больше, конечно, собрать. Ну, нам очень дорого, нам четверых собирать. Тысячи по три, наверное, выходит, это по минимуму. Это с канцелярией и с одеждой? Нет, это просто одежда пока, тысячи на две, чтобы канцелярию еще купить, там, и тетрадки все равно, все равно надо покупать. Дорого выходит, забрать школу. Ну, где-то 10, ну, это так, без тетради, без всего, чисто формы, ну, это экономно. Это дорого для вашей семьи? Конечно, дорого. Я одна воспитываю ребенка. Ну, около пяти и больше. Это на что идут деньги? Ну, это на, как это, констовары, рюкзак, формы. Наташа, больше ты как-то делаешь? Ну, я говорю, от пяти и больше, так что дорого. У меня ребенок баловный и обычно теряет вещи, мне это очень дорого обходится. Тем более, сейчас вещи очень дорого стоят, ну, чтобы собрать, форму ему полностью купить. То есть в портфеле это около 15 тысяч, если не больше. Чтобы была у него сменная одежда, обувь, все, ну, так вот. Я думаю, тысяч, ну, под 8, наверное, откуда я сам. 8 тысяч рублей, думаю, смело, с формы там. В канцелярии? В канцелярии, ну, все вместе, да. Это дорого для вашей семьи? Ну, да, как бы немало это. Ну, в районе 15 тысяч. Форма для физкультуры, канцелярия, рюкзак. Для вашей семьи это дорого? Ну, как бы не совсем дешево. Как выяснилось, эти сборы сильно бьют по семейному бюджету. Ведь требуется сразу очень много вещей. Школьная и спортивная форма. Обувь, которую покупают непосредственно перед первым сентября. Ведь за лето ребенок может сильно вырасти. Концтовары закупаются в промышленных масштабах. Ведь в течение года многое теряется и ломается. А еще надо не забыть купить наклеечки, ароматизированные резинки, блестящие ручки и блокнотик с Барби. Можно только посочувствовать. Продолжение следует... Продолжение следует...